Волонтёр пермского приюта «Дорога домой» Анна получила звонок от взволнованных жителей одной из многоэтажек. Ей рассказали о шестимесячном пёсике по кличке Джонни, которого на глазах у множества свидетелей из окна выбросили люди. Девушка, не раздумывая, выехала на помощь. Джонник лежал на траве и тяжело дышал, не в силах подняться. Вокруг было много людей и даже полиция, которую вызвали сразу после происшествия. Нужно было срочно везти его к ветеринарам, но машины у Анны не было. Полицейский Владимир сразу же вызвался помочь и аккуратно погрузил пёсика в авто. Джонни явно было очень плохо, потому ветеринары без очереди приняли сложного пациента. Диагноз – контузия лёгких. Теперь жизнь Джонни зависела от правильного лечения и его собственных усилий. Несколько дней он ничего не ел и не пил, почти не двигался, но вскоре пошёл на поправку. Анна определила его на передержку, где о пёсике хорошо заботились. А пока Джонни медленно, но, верно, шёл на поправку, Анна пыталась добиться справедливости и привлечь живодёров к ответственности за сделанное имя. И она, и несколько соседей написали заявление в полицию, но, к сожалению, пока за подобные действия с животными ничего сделать нельзя. Джонни тем временем почти оправился от случившегося с ним и уже мог выходить на прогулки самостоятельно. Несмотря на всё пережитое, он доверял людям и тянулся к ним, оставался позитивным и ласковым псом. К тому же обнаружилось, что у Джонни в роду были отменные охранники, потому что он вовсю гавкал на незнакомых людей и сторожил своих выгульщиков. Когда Джонни полностью поправился, пришло время искать ему хозяев, которые точно никогда не поступят с ним, как предыдущие. Он поехал жить в частный дом к Елене и её мужу, где смог в полной мере проявить свои охранные качества. Во дворе у Джонни есть подружка Алабай, с которой они носятся и играют. Сидеть в вольере ему категорически не нравится, он гиперактивный и любознательный пёс. Вся семья довольна своим другом, а Анна постоянно созванивается с ними и навещает бывшего подопечного, которому она спасла жизнь, Гав.